Bonjour, je m'appelle Nathalie, je suis professeur de français, j'enseigne le français à l'université plus de 4 ans. Здравствуйте, меня зовут Наталья, я преподаватель французского языка, преподаю в университете более 4 лет. Более подробную информацию обо мне вы сможете узнать на моей страничке. Et maintenant je vous invite à un cours de français. Позвольте вас пригласить на мини-урок французского. Тема нашего урока – ближайшее будущее или future media. Ближайшее будущее выражает будущее и действие, которое непосредственно связано с настоящим. Именно поэтому переводится на русский язык такими словами, как «собираться делать что-либо» или «при помощи наречия сейчас». Например, «я сейчас объясню». Je vais expliquer. Как же образовывается ближайшее будущее? Посмотрите, пожалуйста, внизу от видео есть таблица. Для образования ближайшего будущего нам необходимо глагол «али» поставить в настоящее время и к нему добавить инфинитик спрягаемого или основного глагола. Давайте проспрягаем глагол «али» в настоящее время. Je vais, tu vas, il est, on va, nous allons, vous allez, il est, vont. Давайте попробуем проспрягать глагол «лир», читать, future media. Je vais lire, tu vas lire, il est, on va lire, nous allons lire, vous allez lire, il est, vont lire. Перейдем к практике. Продолжаем работать с таблицей, что внизу от видео. Давайте скажем по-французски. Подожди минутку, я сейчас приготовлю кофе. Attends une minute, je vais préparer le café. Не уходите, доктор сейчас придет. Ne partez pas, le docteur va venir. Что вы собираетесь делать после завтрака? Que allez vous faire après le déjeuner? Я вам сейчас объясню. Je vais vous expliquer. Обратите внимание, что местоимение дополнения, в данном случае «vous», стоит перед инфинитивом. Je vais vous expliquer. Я ему сейчас позвоню. Je vais lui téléphoner. Ближайшее будущее очень часто используется в современном французском языке, а особенно в разговорной речи, в значении простого будущего времени. Например, будь осторожней, ты упадешь. Fais attention, tu vas tomber. Давайте подытожим. Ближайшее будущее выражает будущее и действие, которое непосредственно связано с настоящим. Образовывается при помощи глагола «али» в настоящем времени и инфинитив спрягаемого глагола. Об этом и о других особенностях французского языка вы узнаете на наших уроках. On va continuer la fois prochaine. Merci, je vous attends. Au revoir. Субтитры сделал DimaTorzok